Видели, что с домом Русова, да? И это всё. Но я вам скажу, что ещё в 2011-2012 году фасадная стена ещё существовала. Я ещё показывала вот это мера, вес, число, и циркуль там был изображён, и молоточек, и всё такое вот. А потом, вот внутри, посмотрите на этих ангиолочков с убитыми ножками, ручками, это с той стороны оно было сделано. А рядом, в 1902 году ещё, была построена школа десятников. Тоже масонская идея. Кто такие десятники? Это прорабы, то есть это те же каменщики. Это здание есть. Вот если ты заезжаешь с этой старо-портофранковской на княжескую, это здание есть. В общем, видите, там такие интересные кресты, там есть полумесяцы, и внутри там тоже более-менее неплохо, потому что, конечно, хотелось бы лучше, но более-менее неплохо. Баранова была раньше. Потому что оно принадлежит мединституту, и мединститут ещё как-то за ним более-менее смотрит. Поэтому там и... А это здание полностью-полностью разрушено. Кстати, ну похвастаюсь, ну просто похвастаюсь. То есть мой прадедушка был попечителем школы десятников. Нет, и ваш дедушка был масоном? Не знаю. Умер в 1928 году. Был учёным, был математиком, был ректором нашего университета, попечителем. Я думаю, наверное, был, если он с ними всеми общался туда. Сторонним, по крайней мосоном, он точно приближённым. Да, наверное, точно был. Такое здание ещё существует, я думаю, вам. А вот вам. Это гибель Помпеев в современном варианте. Знаете, вот когда... Это уже где-то 14-й год до такого состояния. Я лично считаю, вот я там бывала постоянно, что это чисто цель такую поставили, вот как убивают людей. Оно так и есть. Нам хотят построить бизнес-центр, оставить кусок стены вот под стеклом, кусочек колонны, как-то. Значит, вначале, как я знаю, понимаете, вначале на него клал лапу Тарпан, это который дом Русова, Большой Московской. Потом он продал Кисловскому, который держит наша... Кисловский сейчас и вот это... Это Кисловский, да. В общем, я видела макеты, понимаете, конечно, вот сейчас... Я просто туда заходил, они приезжали, представители его, и они рассказывали, что... Когда мы с вами на войне, то у нас столько есть, что восстанавливать, то есть это... Ну, я считаю, что это целенаправленно это убили здание. И вот когда это был 2014 год, люди мне говорили, это у вас со времен той войны... И я когда показывала фотографии, почему это так интересно, вот где-то 90-е годы работаешь, и я прямо говорю, фотографируйте, потому что не будет. И потом мне приезжали туристы, и говорили, боже, мы же это фотографировали. Это просто не хотели, не законсервировать ничего. Знаете, я когда смотрю вот на это здание, я всегда вспоминаю слова Иосифа Бродского. Он тоже сторонний масон. Нет данных, что он входил в ложу, но у него очень много масонских символов, и у него на могиле Венеции чисто масонские слова. Со смертью не все кончается. Это чисто по-масонски. Так вот у него есть такое стихотворение. Когда-нибудь, когда не будет нас, скорее после нас на этом месте, построят тоже что-нибудь такое, чему кто знал нас, каждый ужаснется. Но знавших нас не будет слишком много. Грустно, правда же? Но, к сожалению, это наши действия. Ну-ка, с вами оптимисты. Так, масонские. Быстренько показываю, потому что время уже идет, я хочу. Значит, это мединститут. Это тоже храм. Построен к столетию со дня основания Одессы. У нас же не было медицинского института, а был факультет естественных наук в Российском университете. А к столетию со дня основания Одессы это тоже такое просвещение. Врачи в этом городе, уже город, который является третьим в империи, то, конечно, такой вуз был нужен. И был построен храм же, правда же? Вот опять эти колонны, арочный вход. Ну, плохо видно, не очень крупно. Фитография, а храм науки, да. Там очень интересно. Львы. Очень любили львов в Одессе. Потому что город солнце, львиный знак. И там львы, и у них в пасти круг вставлен. Дети мне говорят, бублик они едят. И я говорю, нет, это они хранят молчание. Держат, чтобы не упал круг, символ вечности. Это вот стражи тишины. Вот такие вот львы. И строил это здание. Сейчас покажу портрет. Тоже масон, замечательный архитектор. Николай Толвинский. Это куяльник. Куяльник весь он построил. Куяльник на железнодорожном вокзале. Если вы выходите из вокзала, слева и справа желтое здание на площади. Управление железной дороги. Вот это тоже Толвинский. Ну и многие другие дома. Кстати, всегда маркировал свои здания. У него всегда есть подпись. Далеко не все архитекторы ставили. И он построил театр. Только театр не художественный, не малый, не большой, а анатомический театр. Дабы изучать там пропорции человеческого тела и переносить их на архитектуру. Но без анатомии и медицины не вот он Толвинский. Такой прямо, правда, такой настоящий скульптор, художник. Потому что я помню то в Чехословаке, а в Польше дальнейшая судьба его неизвестна. Вы эту картинку все знаете. Кот да Винчи. Любимая картинка всех масонов. Потому что в ней принцип золотого сечения. Что такое золотое сечение, никто толком объяснить не может. Это божественная пропорция. И Одесса строилась по принципу золотого сечения. Город гармонии. В старой Одессе никогда дома по высоте не превышали ширину улиц. Это один из принципов золотого сечения. А теперь пойдите и погуляйте по нашему центру с этими высокотными уродами. И, понимаете, здесь уже не только виртуально, красиво или некрасиво, они нарушили нам гармонию. У нас теперь абсолютно другое восприятие. И эти высотные дома, ну, сейчас кое-где еще что-то в стилизацию делают. И вот, например, сейчас дували витрака построили? А сейчас, я, понимаете, в разных местах, но шедевр всему, шедевр в кавычках, еще назвали так пространство. Вот эти дома за художественным музеем, это вообще жах, что называется. А там уже дают площадь. Да, о чем вы говорите. Вот, кстати, дворец Потоцкого. Можно тоже сказать, что храм, храм любви, храм красоты, правда же. И вот опять эта полуциркульная форма, а перед храмом усадьба. И до сегодняшнего дня вот эта вот клумба на форме лабиринта. А для масонов это очень важно. Что такое лабиринт? Мы идем к свету. Это поиски света. И опять же колонны, да, и это последнее творение, уже известно вам, архитектора, Аббафо. И хозяйка этого, Ольга Потоцкого. Почему здесь не буду, хочу обратить внимание. Ну, вы, наверное, знаете, может, уже вас водили туда экскурсию. Подземный грот. Да. Да, были там. Да. Мы вам все рассказывали, не знаем. Этот грот, опять же, легенда или нет, но там собирались масоны. Прекрасное было место. И даже якобы там проходила инициация, посвящение. Вот на этой фотографии видно. Это последний этап. Значит, ну, в разных ложах по-разному. В одной ложах эта инициация проходила в один день, в другой в несколько этапов. Страшные вещи там были. Надо было перепрыгнуть через ров, наполненный водой. В некоторых ложах испытания огнем. Стояли скрещенные факела, знаете, как игра в ручеек. Надо было пробежать. А в некоторых, как в цирке, нужно было прыгнуть через горящий круг. В гробу лежали по несколько там часов, дабы представить себе, как ты будешь в той жизни. Это называлось комната размышлений. Ну и так далее. Там с тобой проводили беседу, как ты пришел к вере, как ты почему-то идешь в масон. И вот это последний момент. Он вошел. Смотрите внимательно. Вот он стоит в центре. Есть сказка. Придешь ко мне не голая и не одетая. Он стоит босиком. Одна нога у него, штанина завернута, другая спущена. Точно так же одно плечо одето, а левое плечо там, где сердце спущено. И вот у него завязаны глаза, потому что все он должен делать на ощупь, по интуиции, понимая, что он делает. Вот последний этап, последний момент. Конечно, все об этом знали, потому что, если ты пошла к врачу, то есть потом расскажешь, что с тобой делали. Но свое собственное восприятие. И вот у него завязаны глаза, и вы видите, один из мастеров подносит ему дымящийся снадобья, такой резкий запах. И вот когда тебе неожиданно подносятся, что ты сделаешь? А вот не отшипнись, потому что все твои испытания тогда пойдут даром. Ты не выдержал, то есть ты должен морально быть готов. Обратите внимание, они все стоят в запонах. Запоны – это фартухи. Почему? Потому что каменчики ходили в фартухах. Точно так же и перчатки, и при этом мечи, потому что это рыцарский ритуал. Вот так проходил прием масонства. Масоны, связанные с этим ритуалом, это Станис Вовщенский Потоцкий, но он в Одессе никогда не был, он умер в 1805 году, богатейший был человек. Если бы мы с вами решили совершить экскурсию, только объехать 700 Потоцких в Польше и в Украине, полгода надо было бы только ездить, чем много там в музеях. А это муж Ольги Потоцкой, Лев Нарышкин, масон, двоюродный брат Михаила Семеновича Воронцова. Ну, вот когда подавали трапезу, обязательно был десерт. Ну вот я вам на десерт предлагаю вкусную одесскую архитектуру. Здание, без которого ну не может существовать у нас масонство. Вот достаточно только туда пойти и там провести вот эту вот тему масонская религия. Архитектор Лев Лодек вместе со скульптором с Хишелем и Мейманом в конце 19 века строит храм торговли. И это наш знаменитый одесский пассаж. И вот смотрите, ну здесь у входа портал и опять мы с вами с улицы. Ну вот улица Преображенская вообще была задумана как торговая магистраль. А это дворец торговли. Поражает красный. И совершенно неожиданно мы опять же ко всему этому привыкли. А вот туристы наши так говорят, аааа, Милан не было. Когда виталий акцент Милан, я думаю, ну это вообще высшая похвала. Над ходом, над ходом, смотрите, в самом верху амурчик. В руках он держит факел. Все, что символизирует свет, факел, солнце, луна, маяк, все, что связано со светом, это все масонские символы. Кстати, у очень многих масонов на могилах изображены факелы, смотрящие вниз. Огонь у газ. Дальше надпись пассаж. Французское слово пассаж означает проход. Вся наша жизнь проход. Вся эта жизнь прохода через порталы инициации. Справа юноша. Из первого взгляда бог Аполлон. Но почему-то наш одесский Аполлон подпоясан ремнем, в одной руке у него молоток, руку положил на наковальню, рабочий, скажете вы, а слева Афродита и Венера, только в руках у нее серп и молот. Вот вам сладкая парочка Мухина из ВДНХ, вот вам эмблема, помните, в советское время, Мосфильм, да? И все меня спрашивают, когда здание построено? Я говорю, это наш одесский Мосфильм конца 19 века. Почему вдруг так стилизованы античные герои? Это бурное развитие капитализма. Это все тот же прогресс. И даже античные герои взяли в руки орудия труда. Наступал ты, это 1898-1999 год, а 1900 год в Париже была открыта выставка, которая стала торжеством прогресса, и входом была Эйфелева башня, царкообразной вот этой вот дугой. То есть все это завязано. И когда заходишь, конечно, в пассаж, то там можно ходить бесконечно. Крыша, какая она у нас в форме пирамиды, безусловно. И опять прогресс. У архитектора Влодыка был свой бутыл два бетонных завода, и вот это здесь пошли железобетоны уже конструкции. И по обеим сторонам, там фигуры древнегреческих божеств, и Меркурии, и Фортуна, и очень любили бога Меркурия. Знаете, почему? Потому что Меркурия это самая близкая планета к Солнцу. Именно она несет солнечный свет нам на Землю. Поэтому масоны себя называли меркурианцы. И все одесситы тоже говорили, что мы меркурианцы. Великий писатель, французский масон Виктор Гюго говорил, что архитектура это летопись мира. И блоки, простите, камни это буквы, блоки это предложения, а все здание это литературный текст. И вот можно действительно читать и наслаждаться. Поэтому вам домашко. Почитайте собор Парижской Богоматери. Я когда была, вот я положила на днях фотографию этот, флешмоб, 21 год. Ну я еще раньше, лет 16, прочитала собор Божий, как любил Квазимода и Эсмеральду, больше мне ничего не интересовало. А вот когда я потом уже стала читать, это просто пособие по масонству, по масонской архитектуре. И настолько там вся архитектура это расписано. Это своего рода код 19 века в архитектуре. Знаете, великий масон Гёте говорил, что архитектура это музыка в камне. Но тогда наш пассаж это просто симфония. И вот потрясающие эти, наверное, два балкона, на которых выседают музы, а в руках у них сосуд с водой. Сосуд это душа наша, которая должна постоянно очищаться. И вот тут же возникает отдельная тема. Масонская музыка. Все великие композиторы Бах, Бетховен, Сибелиус, Гайден, опять же, тот же Бортнянский и многие другие, они все были масонные. Но масон, всех масонов, но масонии уже не бывает. Это Вальганг, Амадей, Моцарт. Я с вами делюсь своим собственным ноу-хау. Меня научили, масоны научили. Как только начинают бомбасить, мы сразу включаем Моцарта, и все. Вместе с Моцартом и страх уходит, и спокойствие. Потрясающие, позитивные энергетики музыка. Только, конечно, не реквием. Реквием слушать не нужно. Адам у него. Его лучшая опера «Волшебная флейта». Это масонская опера. Там столько масонских символов. И когда она идет до сегодняшнего дня в Вене, на этот спектакль приходят масоны в смокингах. И вот тут в карманчиках у них вставлены циркули, открытые на 60 градусов. И когда звучит ария мастера в этой опере, все стоят и слушают эту арию. То есть Моцарт вместе с нами. А вы думаете, что в джазе только девочки нечего подобного? В джазе тоже масоны. Уильям Строн, Вильям Миллер и многие другие джазисты тоже занимались масонством. Альдольф Сакс, изобретший саксофон, он был масоном. Там я вам больше скажу, вы не люди взрослые, но может ваши дети в ноги смотрят мультфильмы Симпсоны. Так, это там тоже, посмотрите, там такой есть герой Гомер, настоящий масон. Он ходит и поет по-английски «Вейду, выйду, мы сделаем это, мы это сделаем». Это деляние, это масонский ознак. Так что масоны везде и всюду. Ну, вот будете ходить по улицам нашего города, просто в глаза бросаются масонские символы, и вам они уже понятны, да. Единственное, о чем мы говорили, видите, вот выходит вервеев, не веревка, не канаты, а вервеев, так называют, вот этот символ. Он символизирует братскую цепь. В масонских ложах во многих местах вот это вервеев выложено восьмерками, которые не разделяются, потому что восьмерки это бесконечность. Масонство, оно вечно. И у нас, слава Богу, сохранилось здание, которое все называют, это неофициальное название, но у нас так решили, так себе придумали, что это масонский храм. Это наша детская филармония. построена в конце девятнадцатого века Александром Бернардацей. Ну, Бернардацей тоже был Луфтон. У него в роду было десять мужчин, которые все были архитекторами, каменотюсами, зодчими, и все были масонами. А его папа и дядя строили весь этот Кавказ, Пятигорск, Кисловод, Железноводск, это все они, и там они похоронены. Он 25 лет был главный архитектор Кишинева, потом главный архитектор Одессы. Построил у нас около сорока зданий. Вот, практически, кроме вот этого бедного масонского дома, практически все сохранилось. И вот дракончики у него везде и всюду очень видел масонскую символику. Ну, даже когда у нас туристы итальянцы, они так встанут, венецианский дворец тоже. Да, действительно, чем-то похоже. Ну, конечно, очень интересен парадный вход. И вот тут обычно я уже экскурсия у меня идет к концу. Когда у меня дети, они все ручки поднимают, говорят, можно мы сами расскажем? Я говорю, ну да, заключительный урок. Две колонны, вы видите, Баас и Ахин. арка, одна из самых высоких в городе. Высота ее 21 метр. Лестница, которая идет наверх, непосредственно, это же тоже храм. Это храм сейчас искусства, а строился как купеческая биржа. Это был храм торговли. И дверь входа, и весь зал выполнен из ливанского кедра. И это символично. Храм царя Соломона тоже был построен из ливанского кедра. А наверху, когда поднимаешься, там 12 знаков Зодиака, 12 созвездий. И Бернардацей, он был не просто масон, не просто архитектор, он был декоратор, очень большое внимание уделял декору. А кроме того, каждый архитектор, особенно если он масон, он философ, он психолог. И он понимал, что на бирже все входят в раж, торгуются, теряют деньги, и поэтому надо найти такое место, чтобы можно было расслабиться. И он создает вот этот потрясающий уголок, который называется патио. А слева, это внише, там где колонны, бюст Бернардацей, и посмотрите, прямо как маленький храм. вверху портик, и две колонны, а на колоннах масонские лозунги, и изображение мастеров, линейка, ну все инструменты масонов, архитекторов. И вот это, конечно, патио, итальянский дворик, и тут сочетается и готика, и вот очень интересный стиль. Вот слева, посмотрите, очень много у нас в таких зданиях как будто стены выложены из отдельных блоков и между собой разделены вот такими штрихами. Вот эта такая манера называется рустовка, а сам стиль называется ренессанс. А ренессанс это возрождение, к которому стремились и призывали масоны всего мира. И я обычно здесь заканчиваю экскурсию, а потом мне мои туристы рассказывают, что от ваших масонов никуда не денется. Мы решили уже о вашем округом, решили расслабиться, сели, подходят и слышим музыка играет. Это Эр Хобот репетирует. Они спрашивают, что за музыка такая красивая? А официант говорит, это одок радости, которую написал масон Бетховен на слова масона Шиллера. То есть вот оно везде и всюду. И я говорю, масоны везде абсолютно одни масоны. Знаете, они в литературе, в искусстве это вот сейчас я уже знаю точно, что я вас присудила. Вы теперь будете везде их видеть, везде их находить. Вопрос мне задали сегодняшние масоны. Значит, когда произошла перестройка, то Горбачев дал добро и сам стал масоном. реформатор, да? И пошло, поехало. Чубай, из Гайдар, ну, господи, прости, вся эта шушера полезла масоной. Есть такой термин спекулятивное масонство. То есть это опять делается для бизнеса, для установления каких-то связей. Ну, у нас президенты наши украинские. Значит, Зеленский нет и Янукович нет. Мой муж смеется, и ты его не принял. А эти которые были полезли, а их что, принимали этих Гайдаров? Ну, конечно, создались. Давайте мы с вами, я две минуточки еще задержу. Была такая поэтесса Зинаида Гиппиус. Ну, на минуточку ее муж был крупнейшим масон, крупнейший историк, писатель Дмитрий Мережковский. И когда наступила революция, они уехали в Париж. Она была рыжая такая, одиозная очень. И когда вот, она вообще никого не слушала, даже своего мужа. Она что-то говорит, понять ее трудно, говорят, объясните мне, она говорит, если надо объяснять, то не надо объяснять. Шикарная фраза, правда? И вот, а, тогда же было модно салоны собирались, да, и вот она там по четвергам собирает салоны, а приходит Бунин, а Бунин и она говорит, я решила, я открываю свою ложу. А Бунин говорит, женщины не могут открыть, а я открою, она говорит, и в следующий четверг мы собираемся. А Бунин сидит и говорит, так серьезно, серьезно, в четверг нельзя, почему? Алданов не придет, это тоже был, а почему Алданов не придет, по четвергам